Привет, друзья! Все мы помним, что пересекать сплошную линию разметки нельзя, иначе штраф, либо лишение права на управление автомобилем. Но! Лишат ли вас прав, если вы пересекли сплошную, которую физически не видно под снегом или грязью? Я изучил десятки судебных дел и расскажу, в каком случае наезд на сплошную это 100% лишение, а в каком случае можно отмазаться. Все нарушения условно можно разделить на 5 блоков. Первый блок нарушений. В соответствии с пунктом 7.1 ГОСТа 33.181, наличие снежно-ледяных отложений на проезжей части не допускается. То есть, если сплошную занесло снегом, это недоработка коммунальщиков. Вы не ванга, и знать, где под снегом сплошная, вы не можете. Следовательно, за подобное пересечение сплошной, вас наказать не должны. Если все же пытаются, то в конце этого видео я расскажу, что надо делать, чтобы 100% выиграть дело. Второй блок нарушений. Для которых неважно, видели ли вы разметку или нет, суды в 100% случаев становятся на сторону ДПС. Это случай обгона. На подъеме, на ЖД-переезде и ближе 100 метров до него, в туннелях, под эстакадами, мостами, путепроводами и на них непосредственно. На пешеходных переходах, на перекрестки со светофором, а также на нерегулируемых перекрестках по второстепенной дороге. Обгон на всех участках запрещен всегда. Третий блок нарушений. Требования к дорожным объектам устанавливаются ГОСТом 522-89. В пункте 4.4 данного документа говорится, что там, где разметка периодически скрывается под снегом, льдом или грязью, должны устанавливаться знаки, которые будут ее дублировать. То есть, сотрудник ГБДД имеет право вас привлечь к ответственности, если перед сплошной, который вы пересекли, был предупреждающий или запрещающий знак обгона, знак запрещающий поворот и знак запрещающий определенные маневры или предписывающий направление движения. Почему так? Да потому что дорожные знаки имеют приоритет перед дорожной разметкой, если она недостаточно различима для вас. То есть, говоря простым языком, если вам дорожным знаком был запрещен обгон, поворот и тому подобное, но вы ее все равно проигнорировали и повернули, то не имеет значения, что вы не видели сплошную, которую пересекли, так как подразумевается, что дорожный знак вы видели. В качестве примера могу привести несколько судебных дел. Первое дело, оно из Пермского края. Водитель в ходе судебного заседания ссылался на то, что дорожная разметка была занесена снегом, а дорожного знака он не видел, так как на дороге было много фур и за ними не было различима знака вообще. Но судья водителю не поверил и назначил штраф. Второе дело. Водитель утверждал, что он ехал за трактором. На полосу встречного движения он не выезжал, а совершил опережение. Ширина дороги позволяла совершить маневр. То есть из-за отсутствия разметки он не понял, что выехал на встречку. Разметку и знак видно не было, поскольку все было в снегу. Водитель также был признан виновным. Четвертый блок нарушений. Есть к примеру судебной практики, когда водитель вроде и нарушил ПДД, но с другой стороны у него просто не было других вариантов. Я думаю, что каждый водитель совершал подобного рода нарушений. Я, например, не один раз такие нарушения совершал. А говорю я про пересечение сплошной линии, двигаясь по колее. Чаще всего подобное нарушение совершается во время поворота, когда вы двигаетесь по колее, и выезд из колеи означает для вас стопроцентный занос машины, как следствие авария. И абсолютно все машины в потоке едут по этой колее, пересекая сплошную. На экране вы можете увидеть ссылки на подобного рода дела. К сожалению, в 100% случаев суды становятся на сторону ДПС. То есть, подразумевается, что вы якобы должны были каким-то образом заранее понять, что дальше колея проходит через сплошную. Снизить скорость, выехать из колеи и проехать как положено по снегу. Чаще всего из моей практики по такому снегу даже физически невозможно проехать, потому что снега по капот. Пятый блок нарушений. Также не избежать наказания, если вы нарушили пункт 9.2 ПДД. То есть, при наличии 4 полос для движения, обгонять по встречке запрещено. На таких участках разрешается только опережение. Обгон с выездом на встречку означает 100% наказания. Но в суде вы можете ссылаться на то, что фактически ширина проезжей части составляла не 4 полосы, ну то есть по 2 в каждом направлении, а всего 2 полосы, то есть по одной в каждую сторону. Так как крайние полосы занесены снегом и движение по ним было невозможно. Чтобы избежать наказания за нарушения вам надо. Первое. Сфотографировать, либо снять на видео фактическое состояние дороги со всех возможных ракурсов. Чтобы было видно, что дорожная разметка не видна, что снежно-ледяные отложения на дороге в таком количестве, что непонятно, что дорога шире двух полос. Обязательно в кадр должны попасть все участки дороги, и ближние, и отдаленные. Так судья сможет увидеть, что разметки не было видно на всем протяжении полотна. Второе. Если запрещающие знаки заметены снегом, то следует, не прерывая съемки, с места, где вас остановило ДПС, доехать до этого дорожного знака и снять его на камеру. Важно очень, почему съемка должна быть непрерывной, да чтобы судья не подумал, что вы сняли этот знак на другом участке дороги или уже в другой день. Третье. На камеру должны попасть не только участок дороги, где произошла остановка, но и данные, которые позволят опознать его. То есть это таблички с номером километра трассы, названия улиц, номера окружающих домов и тому подобные ориентиры. Если ваш смартфон фиксирует геолокацию, это будет дополнительным плюсом. Кроме того, в фото и видеоматериалах должна быть указана корректная дата съемки, поэтому заранее ее выставьте. Если под рукой есть рулетка, это уже четвертый пункт, то лучше измерить фактическую шину дороги. Если ее у вас нет, а скорее всего у вас ее и не будет, то нужно сделать так, чтобы в кадр попало какое-либо транспортное средство, едущее по полотну. По его ширине можно будет оценить примерный размер пространства, свободного от снега. Пятый пункт. Показать сотрудника ДПС, либо уже в суде, запись видеорегистраторов, подтверждение ваших слов. Шестое. Представить суде справку о погодных условиях на дату нарушения. Данную справку выдает Гидромедцентр России. Как правило, выдается в течение трех дней, в том числе в электронном виде на вашу электронную почту. Получить ее вы можете по адресу, который указан на экране. А также для вашего удобства ссылка размещена в описании и в комментариях к этому видео. Седьмое. Возьмите контакты других водителей остановленных ДПС и попросите их быть свидетелями в суде. Восьмое. Вы имеете право привлечь к качестве свидетеля пассажиров вашей машины. И не имеет никакого значения, чтобы вам не говорил сотрудник ДПС, являются они вашими друзьями, родственниками или случайными попутчиками. В любом случае, они свидетелями. Выполнив все вышеперечисленные, вы обязательно выиграете суд. А если это видео вам было полезно, то поставьте лайк и поделитесь им с друзьями.